Бреда 88, Пи-11. Меня клятвенно заверяли, что мне нужно попробовать этот итальянский штурмовик, потому что, говорят, для совместных боёв, ну, хорош. Но что-то мне так не кажется. Почему? Ну, потому что вот это вот брюхо с тремя всего лишь стакилограммовыми бомбами и три крупнокалиберных бреды, это такое себе, откровенно говоря. Но, раз уж просили, будем пробовать. Погнали в бои, будем выяснять, этот самолёт действительно может что-то сделать, или он просто вот такой большой и толстый, а на самом деле круша для битья. Короче, погнали в бой. Так, ну что ж, стартуем пробовать. Итак, у нас тут другого варианта никакого нет, стакилограммовки, перём. Воздушные цели от каких-то других, честно говоря, сильно не отличаются, потому что эти пулемёты ни черта вообще не пробивают. Ну и натуральную тоже универсал ставим. Плюс, единственный, который я сейчас вижу, то что 500 очков возрождения, то есть недорого, может быть он летает как-то по-особенному. Фиг его пойми. Потому что 1250 патронов для этих крупнокалиберных пулемётов не вот уж прям супермного, а бомбы... Ну, бомбы и бомбы. Бомбового прицела нет. Поэтому придётся стакилограммовки на огромный двухмоторник кидать по наитию. Так что... фиг его знает. Может он, конечно, маневрирует как-то по-особенному, но чё-то по ощущениям он больше похож на... Беременный Дарнье 217-й. Ну, по крайней мере, выглядит он чё-то очень уж крупным. И такая бомбовая загрузка и такое вооружение выглядят довольно скудным. Ну, ничего. Сейчас попробуем. А вот чё получится. Руки всё-таки не до конца кривые. Хоть какой-то бомбой-то я ж должен попасть. Тем более, боевой рейтинг. 1,7 всего лишь. Может быть, это позволит находить много каких-нибудь там незащищённых повозок. Которые можно будет с этой крупнокалиберной историей пробивать. Но, по правде говоря, не думаю всё равно. Насчёт того, что так это может быть. Так, ну он хотя бы вроде выходит из пикирования. И за это спасибо. Ну вот, бомбой уже одной не попал. Здесь надо штурмовый взрыватель, конечно, ставить, а не полторы секунды задержки моих классических. Которые по глупости своей я никогда не меняю. Потому что обычно это аукается. Очень грустно. А, слушайте, я даже так его умудрился пробить. И ещё прям бомбу под него скинул. Ну, сумасшедший просто урон. Да, то есть можно найти даже закрытые цели какие-то, легко защищённые. Слушайте, а летает мне нравится как. Вертикальные манёвры делает понятно. Управляется прогнозируемо. Не думаю, что у него будет какая-то особая манёвренность. Такая, что прям вах-вах. Ооо. А вот и куча вражеских самолётов. Форсажа нет как такового, но двигатели на сотню уже начинают перегреваться. Блин, я не знаю. Мелкашка-то точно мне не поможет. Учитывая, что по мне заливает вот эта вот дичь какая-то с респауна. Они на меня должны заагриться определённо. Но чё-то как-то не спешат. Так это... Будем чё-нибудь играть в игру, соображать? Блин, я не знаю, как попасть на такую дистанцию мне по параллельно летящему противнику. Попадание было. Урона не было. Так, ну короче, меня эта зенитка сейчас замучает насмерть, походу. Урона нет по ним. Ну, минус пилот. То есть вон, пулемётные патроны по ней попадают, но урон не наносится. СБшка разбилась эта. Американская. Я вообще пока не понял прикола. Нахрена нужна эта бреда? Ну, как бы да, летает, но... Да. С другой стороны, пара фрагов есть, самолёт сбитый есть. Хотя он сам разбился. Будем честны. Нет, с стребителями воевать только если сами идут тебе в лоб. А так лучше не пытаться. Погнали в следующий бой. Так, ну что ж. Радует меня только одно. Возьмём всё-таки штурмовой взрыватель. Хрен с ним. Попробуем. Главное потом они не забыть, когда я пересяду на эти самолёты, другие его поменять. А то будут красивые нарезки фрагов с моим участием. Где я погибаю, разумеется. А пока попробуем ещё раз бреду. Знаете, что нравится? То, что да, можно, убив всего одного противника, уже взять этот самолёт. А это довольно неплохо. И с точки зрения эффективности условный ББ-1 не будет как-то сильно лучше. Так что я чуть не знаю, что я гоню на бреду. То есть бомбовая загрузка нормальная для этого боевого рейтинга. И управляемость терпимая вполне. И бомболюка нет никакого. То есть бомба удобно расположена, только научись кидать. У меня с этим проблемы именно. Очевидно. Так что сейчас что-нибудь сообразим. Вон, и КВ-шка есть какая-то с открытой рубкой. Всегда есть по кому поработать. Так что давайте пробовать. И самое главное, посмотрите, какие эффективные рули высоты. Вот это мне очень нравится. Прям, ну, очень-очень нравится. Не знаю, попаду или нет, он уедет, наверное. А, нет, не уехал. Да, надо просто штурмовый взрыватель ставить и не делать себе мозг. Это, правда, была открытая самоходка. Но, в принципе-то, мне и нужно было хотя бы так рядом зацепить. А это что за грузовик? Это же какой-то грузовик. А, это зенитка, нифига. Я, конечно, скину бомбу, но что-то мне подсказывает, что я не попаду. Мне бы от нее живым уйти. Да, бомба вообще куда-то не туда пошла. Давайте-ка пока мимо. Самое главное, другие самолеты и знать, походу, не знают. Я, конечно, наткну, что здесь враги и страшный сон. И нужно сделать что-нибудь с ним. А где он конкретно? Вот тут вот, да? Давайте попробуем его запулеметить. О, техника уничтожна. Удивительно. И еще смотри, что тут есть. Еще одна легкая цель для нашей 100-килограммовки. Да, и сам себя я, в общем-то, не убиваю этим. Слушайте, а хорошо. Штурмовой взрыватель просто надо брать и... И все будет так, как нужно. Ого! Враги, аларм-алерт. Ты кто такой? Почему ты думаешь, что ты можешь выжить? Я очень сомневаюсь. Он вниз пойдет, да? А нам удобно, кстати. Мы тоже вниз можем. По диагонали, конечно, так себе. Но, по-моему, он решил разбиться чисто. Да. Некоторые игроки летают, конечно, хорошо. Блин. Перезарядить бы бомбы. Я так могу... Вот. Точность особо этими бомбами не нужна, когда ты атакуешь какие-то вот такие настолько легкие цели, типа вот этих СПД-ек. У которых рубка открытая. Ну, или полуоткрытая. То есть, да, с пулемета я не могу ей так нашпынять легко, но... А, криты. Все равно нанес урон как-то. Правда, недостаточный, но в целом я ведь добью. 1350 патронов мне должно хватать. Там опять самолет летит какой-то. Блин, нужно обратить на него внимание сначала, я думаю. Только потом заниматься всем остальным. Да, критически низкая скорость. Слушайте, ну неплохо удерживается в воздухе. Это юнкерс какой-то, что ли? Наша битва будет легендарной. А, это 37-миллиметровый юнкерс. Ёпарас это. Так это страшно же. Не надо. Не делай этого. Да как же ты попал, зараза негодяя. И сам самое главное, я не понимаю, я просто залил ему прям в лобешник. Он такой, криты, попадания, и нихрена, и дальше летит. Серьезно. Ну я сгорю, мне кажется. Но я тебя доем. Я ж тебя дое... Мда. А, у меня этот... Опять надо кнопку назначить на тушение пожаров. Да идите вы в жопу, а? Почему нельзя было сделать как на танке, чтобы я шестерку нажал и тушил пожар тогда, или что? Почему? Почему это отличается? Это тот же самый огнетушитель. Блин. Простите. Очень сильно бомбит от улитки. Что за тупость-то с управлением сделана? А бреда хороша. Давайте в следующий бой. Так, еще и карта небольшая. Карелия. Отлично. Сейчас попробуем еще разочек применить нашу бреду. Назначил я эту сраную кнопку пожаротушения. Конечно же, здесь нельзя сделать такой же бар, как на танчиках. Это все ради чего? Ради погружения, наверное, в игру. И нельзя оставить ту же самую кнопку, потому что она будет назначена на какую-то другую кнопку. Ой, тупость, короче, какая-то. Это вроде просто... Я не бомблю там на условно какой-нибудь радар. Ну ладно, ты можешь им не пользоваться. Или еще какую-нибудь херню, которой ты можешь не пользоваться, но летать. Но пожаротушение это просто эссенциальная вещь. Без включенной системы пожаротушения ты будешь сгорать, твою мать. Так как? Какого дьявола она не является основополагающей? И не назначена сразу. Для нее нет места в базовом управлении. То есть я понимаю, что она появилась недавно, но можно же ее было туда вписать, потому что это важно. Но нет. Бомбит, твою мать. Как я не попал по этому биплану? А самое главное, после того, как я попал, где урон? Опять он летает. Хотя, надеюсь, я достаточно его раскрытовал, чтобы он не сильно переживал по поводу того, сколько ему еще осталось летать. Удивительно. Противники где-то в другом месте. Че, неужели все вот отсюда идут? Да, тут вот я смотрю, толпа просто. Вот слушайте, а вот это я могу пробить, наверное, даже. Да. А вот это было хорошо. ЛВТшки с картонной крышей не пробиваются мелкашками, но при этом бреды оказываются достаточны. Это нормально. Да и 1350 патронов, как я все-таки начал смотреть, хватает на довольно много стрельбы. На достаточное количество залитий, пробитий. О, да ладно-ка. Это ПВВЛ-ка была, которая пыталась, видимо, поднять пушку и начать меня убивать. Удивительно. Я просто очень удачно вписался, видимо, и начал по ней стрелять, что она не сообразила. А вот динамики, конечно, маленько не хватает. Прям немножечко совсем, но все-таки нет. Я думаю, не в инвуле, да, просто? А, нет, не в инвуле. Очень странно. Держи сотку, твоя будет. Эм, вроде прям вот, вот сотка взорвалась, вот он. Урона нет. То она падает еще дальше и урон есть, то урона нет. Не понял. Вон какой-то танчик. По-моему, Т-26 или что-то похожее. И его мы пробиваем. Этим я и займусь, пожалуй. Так, вражеских самолетов вроде пока не ощущаю. Я в присутствии. Блин, вертикальные маневры, короче, не нужны, наверное, на этой штуке. А вот горизонт, она прям с большой радостью кушает. Вот это и... Блин, все пробивается. Все такое вкусное. Не уезжай. Подожди. Блин, никак не могу его уничтожить. Опять я его только на двигатель поставил, бомбой промазал, потому что пожадничал. Захотел за этот заход его срезать. И скинул уже поздно. Хотя бомба попала опять. Вот перелет небольшой, а он все равно уже не получит урон. А, господи. А я поверил, да, шо могу поработать. Ну, наконец-то. Причем заходишь прям сверху, урон не проходит. Заходишь под углом, где вроде не должны они пробивать с их 12 миллиметрами бронепробития. И пробиваешь. Какая-то, это, таджикская магия. Шо за приколы? Кто это такой? Вот этот. А, это Виккерс. Да? А где урон теперь вот? Я не понимаю. Но я не понимаю, как это работает. У Т-26 брони больше, чем у Виккерса. Виккерс урон не получил. А наши проиграли вообще все. Прикол, конечно. То есть, как бы ты вроде что-то делаешь, но у тебя вопросов больше, чем ответов на этой бреде. Философский камень какой-то, а не самолет. Эх. Ладно. Давайте в следующий бой попробуем еще разочек. Так, давайте попробуем еще разок. На самом деле, по этому самолету как-то все слишком скучно и понятно. Ты там несколько боев на нем слетал. И когда тебе есть чем сравнить, ты начинаешь понимать. Ну, типа просто штурмовик. Вот вообще ничего. Вообще ничего интересного в нем нет. Просто двухмоторный штурмовик. Который вполне адекватно управляется. Да, более интересно заруливает. Но это просто штурмовик. Вот вообще просто. Вот просто-просто. Ни интересных пушек, ни интересных бомб, ни интересной управляемости, ни интересной скорости. Ничего. Прям вот среднестатистический самолет. Абсолютно. И мне от этого становится очень грустно, потому что видео продолжать как-то больше, чем на вот столько, сколько оно длится, нет большого смысла. А не продолжать его, это тоже грустно. Так что я предлагаю просто попробовать с вами поиграть ещё один бой уже просто вместе с наземкой потом. Вот сейчас полетаем на самолёте и вместе с наземкой что-нибудь попробовать сообразить. Блин, там уже летят самолёты, а я ещё с бомбами и вообще не готов. Уходи, не одето. Я скину всё. Чё-нибудь может да попадёт. И если попадёт, то будет хорошо. А вот оно и попало, и стало хорошо. У бред у этих очень странная баллистика. И урон. Вроде как его добавляли, но чё-то даже бипланы не особо-то спешат уничтожаться. Всей этой историей. Это немного странно. Жаль, что попадание было только одно. Но, судя по всему, они очень быстро теряют начальную скорость. Да-да-да, вот в этом-то и прикол. Почему я там не попадаю? Да потому что оно просто не долетает, блин. Эти пулемёты очень быстро... Точнее, пули этих пулемётов быстро теряют начальную скорость. И получается то, что получается. Но я видел, где-то там вот едет то ли панцир-ягер, то ли что. И с ним можно будет поиграть в игру. Сдохни или умри. Это Су-5, по-моему. Нет? Это Су-5-1. А панцир-ягера я тоже видел. Тоже хочу с ним чё-нибудь сообразить. Иди сюда. Будем соображать с тобой. Ага. Злые-злые дни меня уже очень сильно не взлюбили. Это обидно. Ну вот панцир-ягер стоит. Я с ним и хочу поговорить, а не со всеми остальными. Слушайте, переворачиваться эта штука явно не любит. Прямо вообще. Ну как я утром. Я, короче, всё прокосил. На нём нельзя переворачиваться. Бесполезно. Бочка — это просто страшный сон этого самолёта. И всё, что связано с такими манёврами. Поэтому летаем нормально. Бошку не задираем, наоборот. И не думаем, что мы там чё-то можем. Блин, а куда панцир-ягер делся? Чё-то я не понимаю, по-моему, в этой жизни. А, ну и конечно же в этот момент появится зенитка. Кстати, вот, наверное, всё-таки тоже живучесть какая-никакая. Я не знаю. Я высасываю из пальца уже, по-моему. Потому что... Ну, что? Что? Что сказать? Что про него сказать? Типа, летает. Всё. Где там эта зенитка несчастная? Вот она. Это ДШК или чё это? Вот, отлично. Нормально, нормально. Скупчику всё продам и заживём. Короче, получается у этого самолёта уничтожать наземку. Особенно мы вот сейчас в топ попали. В предыдущем бою нет. Но когда мы в топе на 1,7, целей для нас просто вагон. Выбирай любую. Стреляй и веселись. И всё будет зашибись. Блин, двухмоторник какой-то огромный летит. Но я до него не дотянусь никак. Причём вот вообще никак. К сожалению. То ли СБ какой-нибудь советский. То ли чё-то такое. Так, я не разобьюсь. Вроде не должен. Слишком высоко, зараза. И далеко. Не дотягиваюсь никак. Может, его оставить-то в покое? Пошёл он нафиг отсюда. Где панцирь-ягер? Это троечка просто, по-моему. В этот раз троечку я не пробиваю. Да, как-то очень странно. Оно то под углами пробивает, то нет. Это, наверное, на видео будет лучше понятно. Потому что сейчас, естественно, когда ты и говоришь, и играешь, сложно определить, что конкретно приводит к таким результатам. И как пуля упала, разумеется, становится куда понятнее. Но, по-моему, все враги, ну, как-то вот, закончились немного. 35-й панцир. Ну, тут углы и сверху, и сбоку. В принципе, не знаю. Шансов попасть было около нуля. Да, это какой-то советский б-бр. У меня ещё есть 200 патронов. И вместо того, чтобы тратить их об бронетехнику, можно всё-таки попробовать по нему пострелять. А вот собственный урон. Минус СБ-2. О, здрасте. ФПС-просадочка до 50. Это чё такое было? Ну, тут, собственно, благодаря команде, в том числе, произошло то, что произошло. Вы сами это видите. Да, бесполезно абсолютно. Надо именно сверху заходить. Хотя сверху тоже не всегда оно нормально работает. Но патронов зато... Стреляй, не устреляйся. Хватает куда как на более долгий промежуток, чем я думал. Это круто. Да и стабильность себя как-то в полёте ведёт. Слушай, бись. Ну-ка попробуем сверху пострелять по второму пазику. Ну и как бы даже сверху. Оно вот чуть-чуть кое-как там пробивает, но... Явно не те цифры бронепробития, которыми можно гордиться. Блин, ну браунинги в два раза более пробивные, мне кажется. Урона, конечно, у них тоже так же. Они могут не дамажить нормально, но... Слушайте, а зачем тогда ещё один бой? Вот этот наглядно, по-моему, всё показал. Ну, я имею в виду целиком, что этот самолёт может, если хочет. А если не хочет, то не может. Давайте разобьёмся в него. Эх, он всё-таки не вышел из инвула. Блин! А за что же? Наш самолёт, конечно, дурной. Взял союзника и разбомбил. Блин, я соболезную. Кому-то из союзников засчиталось моё убийство. Хотя вроде никто меня не трогал. Эх, печально. Давайте ещё один бой. И на этом закончим. Так, ну что ж. Опять один фраг. Берём бреду. Эффективно уничтожаем. Два, три танка, может быть, самолёт получится захватить. Хотя как эффективно уничтожаем? Учитывая, что у них, вон, летят летадлы. И попали мы вне списка вон Л-62 анти-зениточка. То есть, что-то мне подсказывает. Я сейчас такой на подлёте, как словлю маслину. И этим всё и закончится. Быстрее, чем я ожидал. Предыдущий бой дал как-то порезвиться. Попробовать самолёт подольше и понять, что вот. Он из себя представляет. Ну, как понять? С ним и так всё понятно. Ну, как-то вот больше его прочувствовать. Забавно он себя ведёт, на самом деле. То есть, вот он пытается что-то тут как-то резко довернуть. Но всё равно все манёвры получаются такими аккуратными, осторожными и плавными. Очень интересное поведение. И для новых пилотов, мне кажется, он подойдёт. Особенно если вот прям вот так вот летать. Аккуратненько. И он прям следует за мышью нормально. Потому что некоторые вообще не любят управление с мыши. Так, что-то он не хочет умирать. Наверное, придётся мне его порадовать вот так вот бомбой. Блин. Наверное, на меня сейчас зайдут. У меня, конечно, есть этот стрелок задний, но вот в него вообще веры нет. Если уж нет веры какой-то особой в передние пулемёты, то в задний мелкашный так и подавно нифига нет. Что-то я не могу со скольжения на нём попадать вообще. Ну и вон они просто оранжевеют, желтеют, чуваки. Короче, с зенитками воевать на нём просто невозможно. Уклониться нельзя, урон по ним не проходит, только бомбой. Да. Короче говоря, не знаю, самолёт бессмысленный. Зачем он существует, я вообще не понимаю. То есть, ну как бы, я имею в виду в игре. Вот просто, просто для удлинения ветки, наверное. Он неплохой. Он нормальный. Ну и всё. То есть, ноль фишек, ноль интересного, ноль всего. Зачем вы меня просили снять видео о нём? Я не понимаю этого. Этого вообще не понять. Мне кажется, бобры-то, конечно, ещё хуже, действительно. Хотя, кто его знает? Вот FC-20бис берите. И всё. Или юнкер. У неё хотя бы бомба большая есть. А эта, вот эта хрень какая-то. Башка хоть на 1,3. Тоже, кстати, нормальная история. И тут вон тоже есть 4 бомбы по 100 килограмм. Пожалуйста. Бери и пользуйся. И бреды крупнокалиберные две штуки. Зачем? Зачем это существует? Я не понимаю. Ладно. На этом на сегодня буду заканчивать. Хотите видеть видео по БА-65, юнкерсам каким-нибудь, да всему чего угодно. Пишите об этом в комментариях. Будем посмотреть. Ну а так, всем удачи и до новых встреч.